В этом моем обращении к вам хочу предостеречь мам, пап и молодых людей о набравших силе роликах мотивационных по бодибилдингу, по возможным силовым каким-то видам спорта, где применяются спортивное питание, где применяются стероиды, где применяются гормоны и так далее. Дорогие мои, если вы хотите пожить, если вы желаете добра вашим детям или сами себе, если вы молодой человек, который соображает, о чем я говорю, что достаточно частое на данный момент явление, я общаюсь с молодыми людьми, забудьте про это. Потому что когда вы принимаете какие-то препараты для поднятия тонуса, для поднятия мышечного, так сказать, увеличения мышечной ткани, абсолютно также увеличивается все в микроорганизмах. У меня прослежены смерти таких, такого количества людей в молодом возрасте. На моих глазах практически умирали и Настя тому свидетель, чемпионы Европы, призеры мира. Потому что микроорганизмы, они также, абсолютно также вместе с вами питаются тем, что вы кушаете. И если в вашу кровь попало вещество, которое имеет много железа, супер много железа, то трихомонада это тоже впитывает, а оболочки, у оболочка, у трихомонады, она требует много железа. Все это, соответственно, ведет к тому, что если вы, предположим, зайдете, неважно в ютубе или в инстаграме или где вы увидите, какое количество молодых бодибилдеров умирает и это только те известные бодибилдеры. Я всегда делаю акцент на том, что это известные бодибилдеры, а сколько умирает неизвестных. Никому неизвестных людей, которые просто тупо умирают, у которых отрезают руки, ноги из-за трамбирования. Поэтому постарайтесь понять меня, что никто не является для вас самым большим врагом, кроме вас самих. На сегодня все.